Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой новый влог. С вами снова Настя. Начинаю снимать. У нас сегодня очень пасмурно. Сейчас время, как бы вас не обмануть, 9.41, а на улице туман до сих пор еще не рассеялся. В общем, такая гнусавая ужасная погода. Ну ладно, я сегодня встала с боевым настроем, что день у меня будет отлично, я не буду хандрить, потому что ноябрь это для меня такой, так скажем, тяжелый месяц. Ну, Ксюш, ну зачем ты так? Ксюша сейчас сидела на подоконнике и спрыгнула с него, зацепила немножко досветку. Я думала, сейчас фитолампа у него падет. Вот, кстати, насчет кошек. Интересный факт такой, ну, наверное, уже многие знают, я лично не знала. Вот, у меня у знакомой недавно погиб кот. Он, естественно, кастрированный у нее. Ну, как коты обычно, всех кастрируют. Вот. И, в общем, у него были проблемы с почками. Почки, ну, и, в общем, отказали почки по полной программе. Там, конечно, ужасная история, я не буду вам ее рассказывать всю, как он умирал мучительно. Ну, в общем, там ситуация в том, что, как объяснила ветеринар, сейчас очень много именно котов, ну, и, может, кошек тоже страдают мочекаменной болезнью именно по причине того, что плохая вода в кране. То есть, вот этот вот известковый налет, который образуется у нас в чайниках. У меня вот, например, даже в ванной, видно на самой ванной, ну, куда вода попадает, да, там на кран попадает. Я часто оттираю, стараюсь с уксусом. В общем, такой налет, накипь, грубо говоря. У нас вот очень вода такая плохая. Вот. И из-за того, что наши животные пьют вот эту воду, у них образуется камень в почках. Я не знаю, насколько это правда или нет, я не ветеринар. Ну, в общем, вот, может быть, кто-то не знал. И вот она обязательно советует давать животным фильтрованную или кипяченую воду. Моя не пьет кипяченую воду. И, во-первых, ей не накипятишься, потому что она всегда любит свежую воду. Она у меня любит пить воду из-за под... Сейчас покажу. Сейчас, секундочку. Раньше я здесь хранила воду для растений. Сейчас я наливаю воду специально для Ксюши. Почему? Потому что это ее паильник. Надо уже воду поменять. Она любит, когда вода всегда свежая, чистая. А вот в этом маленьком лоточке, в который я наливаю ей, она очень не любит пить. Видимо, там мало, что ли, я не знаю. В общем, ей надо, чтобы большой таз, наверное, с водой со свежей всегда был. У некоторых, я знаю, животные любят прямо из-под крана пить. Но, опять же, у кого какая вода. Но, в общем, хочу предостеречь. Фильтруйте воду для своих животных. Цветы ведь мы любим, да, как бы для них делаем и морозим воду, да, и там фильтруем тоже, и подбираем. Также для домашних животных тоже нужно воду обязательно давать очищенную, профильтрованную. Вот. Вообще, ушла тема. Кстати, мне еще тут сестренка подарила книгу. Такое интересное оформление такое. Я вообще подумала сначала, что это книга про растения. Но это, видимо, роман какой-то. Хизер Бердж. Сад надежды. Интересно, кто-нибудь читал такую книгу? Напишите. Очень интересно. Вот надо все, никак не могу начать. Надо начать читать ее. Саша себе тоже купил книгу. Ездили в выходные, я там показывала по магазинам. Он себе взял книгу. Наполеон Хилл. Дума и богатей. Тоже интересная книга. И он тоже никак не может начать читать. Купить купил, а читать не может. Вот. Мы себе на осень, на плохую погоду, да, взяли по книжке. Будем читать. Надеюсь, если будет время. Вот. Опять я очень длинные вам начала делаю. Ксюша у меня скачет, прыгает. Сейчас пойду. Я еще постель не собрала. Ну, почему не собрала? Я потому что проветриваю спальню. Я всегда утром встаю, открываю окно. И минут 30 у меня все проветривается. Там уже целый час проветривается. Вот. И, в общем, потом только собираю. Не люблю сразу же после сна собирать кровать. Потому что все-таки нужно, чтобы все проверилось. В общем, ладно. Беру вас с собой. Что буду делать, все буду показывать. Пришла на кухню. Хочу... Хотела начать картошку чистить. На обед у нас будет пюрешка. И тут смотрю опять моя плита. Я вчера с вечера ее не помыла. Что хочу сказать. Не помню, говорила я в других видео или нет. Но хочу сказать. Не покупайте черную плиту. Вы посмотрите. Я мою ее каждый день. И что с ней? Вот за ночь насела пыль. Плюс я вчера вечером готовила, накапала. Это какой-то кошмар. И вот так вот каждый день. Ужас. Ладно бы я с вечера просто помыла бы ее, да. А за ночь пыль насела. А тут еще и грязь, и пыль. Вот. Стыдно, наверное, должно быть такое показывать. Но я вот просто хочу, чтобы все знали, что вот не покупайте по мере возможности черную плиту и черное стекло. Стекло мне нравится. Чем стекло хорошо? Что очень хорошо моется, отмывается стекло любыми средствами. А вот то, что пыль очень сильная и грязь очень сильно видно, это вообще огромный минус. Сейчас буду все мыть и потом буду картошку чистить. Музыка 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 Пока у меня варится картошка на обед. В общем, у меня до сих пор продолжается борьба с этим дурацким паутинным клещом. Как он меня достал, это просто сил нет. На ком я сегодня опять обнаружила? Опять обнаружила на вот этом вот красавце. Потом, значит, на... Да, господи, аллоказии тоже вроде бы как есть. Потом, аглоанема здесь 100% есть. Потом эту аллоказию для профилактики. Этот антуриум тоже для профилактики. И, кажется, здесь тоже есть на атоме. В общем, сейчас хочу просто натереть им листочки мыльным раствором. Хозяйственным мылом. У меня нет другого мыла. Это зеленого мыла. Я вообще не вижу смысла. Мне кажется, любое мыло сюда подойдет. И потом под душем все это под горячеватым, наверное, всех их искупаю. Намажу, оставлю. Отнесу ванну, оставлю прям в мыльном этом растворе. А потом все смою. Не знаю, сколько я еще буду с ними бороться. Остальные растения я тоже потом отнесу в ванну. Но я их просто под душем искупаю, потому что на них не было замечено вредителей. Но для профилактики искупать бы не помешало бы остальных кожи. Ну вот, очередное купание у нас. Очередной банный день. Это всего лишь часть, не знаю, одна третья часть, наверное, всех растений, да, которые я буду купать. Это все с кухни, с кухонного подоконника, с цветочной стойки. Крупничков, в общем, решила принести. Антуриум, спатифилум, хлорофитум я мыльным раствором не делала, не протирала, потому что они не поражены, вот этот антуриум имеется в виду, не поражены паутинным клещом. Я их просто искупаю за компанию, дабы смыть пыль, ну и вообще устроить им такое купание. И, кстати говоря, что хочу сказать, перед такими процедурами, чтобы не закрывать горшочки от попадания воды, да, я специально их не поливаю, чтобы вода могла спокойно просочиться, вытечить лишнее, да, и растения, получается, как под дождем у меня сейчас будут. В общем, вот, сейчас буду купать. Так, вот эту мелочевку я искупаю здесь, под краном, вот, и вот стоят. Что осталось еще у меня на подоконнике? Сейчас нужно протереть все полочки. Этих тоже просто протруем листочки. А полибодиум серебристый я не буду... Ой, какая бутылка страшная. Полибодиум серебристый я не стала обрабатывать, так как у него и так уже повредились вот эти... Налет вот этот серебристый сошел. Ну, в общем, не буду трогать, он вроде более-менее тоже нормальный. Все это нужно протереть, промыть обязательно от паразитов, можно сказать. Клещи могут и там, в общем, спрятаться на полочках. А здесь у меня орхидеи, я ей просто протру листочки. Вот. А, блин, мужик смотрит меня на улице идет. Я аж постеснялась, я тут с камерой торчу, он смотрит, что это она там снимает. Ну, вот такие вот мы блогеры, да. Вот, орхидеям я протру листочки. Просто ватным диском. Потому что они клещом не поражены. Ну и все. Я, если честно... Уже голос даже пропал. Уже устала. Я забегалась, запрыгалась, можно сказать, туда-сюда, туда-сюда, с ванной сюда. В общем, закончила я все, наконец-то. Это всего лишь один подоконник, да. Плюс у меня еще там пюрешечка готова уже. Попросила Сашу заехать в магазин, купить селедочки. Сейчас я покажу, что у меня сейчас на подоконниках. Все чистенько, все аккуратненько. Даже влажность поднялась до 78%. Представляете? Ну, тут еще плюс я картошку варила, да. Поднялась эта влажность. Плюс еще все растения. Влажные после купания. В общем, устала я. Сейчас покажу результат. И уже с минуты на минуту Саша должен приехать на обед. В общем, поехали. В общем, вот всех искупала. Все чистенькие. Тут тоже все чистенькие. И все. Готово. И у меня тут чайник кипит. Пюрешечка тоже готова. И вытащила еще соленые огурчики. Хотела Анкл Бенса вытащить. Но увидела в холодильнике у нас еще огурцы соленые надо доедать. Поэтому, думаю, надо сначала это есть, а потом уже другое открывать. Ну, все. Ой. В общем... Ой, а что это? Я, в общем... Что хоть такое с камерой-то? Сейчас, секундочку. В общем, у меня тут штатив вообще уже весь перекосило. Перекосило. Все. С кухней покончено на сегодня. Ну, правда, еще посуду, потом последний надо будет помыть. Но основную работу я сделала. Клещ, надеюсь, на какое-то время утихомирится. Если он окончательно не пропадет, я буду уже использовать более сильный препарат. Это октара. Опрыскивать я не хочу. Я просто пролью октарой растения. И оно уже там сделает свое дело. В общем, как-то так. Вот. Потом, что буду делать? Еще сегодня глажка у меня. Вещи высохли. Одна партия высохла, другая. Нужно загрузить стирку. Ой, работы вообще куча. У меня всегда почему-то работы много по дому. Я не знаю, как вообще. Другие, может, у всех так, конечно. В общем, ладно. Жду Сашу. Будем обедать. Смеешься. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Приехали мы в Ленту. А тут орхидейки. Посмотрите, какие красивые. Выбор, конечно, небольшой у нас. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Майя. Майя. Вот была бы бабочка. все больше выбора нету снизу я посмотрела это же самое это же елки к новому году привезли и куча куча всякой мишуры и игрушек эти посмотрим какая милота у меня наверно будет плохо слышно потому что я в маске мой такой бучок такой вот а какой олень красивый птички солнышки и так еще в экспрессе кстати видео тут цена какая 149 вот такие красивые птички на икеевскую похоже только тут дед мороз сидит внутри как-то по светильник стоит 699 а что он где о класс он оказывается ну-ка круто а вот еще что это за кнопка посмотрите какая красота я хочу себе такую а там дед мороз еще и крутится вроде или еще смотри вентилятор вон там да 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 класс ладно не будем сажать батарейку пусть другие тоже полюбуются что нет такой я звезду заказывала на алиэкспрессе оттуда можно заливают гель поможем не знание это просто вот такая вот штучка у меня есть дома какие домики какие интересные игрушки сейчас еще пройдемся но такая вот штучка у меня есть дома как я обожаю новый год потому что все так красиво игрушки милые они стеклянные конечно пьющиеся у кого детки маленькие есть опасно скидку 70 процентов на игрушки сквиши и литер сверх супер герой 2 11 ноября как детки и ней да очень красивый как будто ледяной такой красивый какой дед мороз а вот там что такое интереснее какие похожи на от люстры да 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 вот еще какой бучок красивый да бутбука ой как мило ой 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 они стеклянные падают пластиковые для девочек оси ой какой оленяшка красивый белочек это прям для девочек маленьких на их милочку глянды очень красивые как льдинки мне вот такие наборы очень нравятся ооо вот это крутяк можно вместо игрушек их вешать да красота так все вот там не смотрели да вообще игрушек очень много там орхидеи от сыненки надо будет заглянуть хотя я в завязке все я заходировалась да а вот это давайте посмотрим вот это классно был бы частный дом да и на дверь на акции так вот 947 ой вот санта клаусом и снеговиком вот у нас уже вечер сегодня второй день снимаю сегодня отсняла для вас поход в ленту сейчас уже мы ходили в ленту утром сейчас уже время у нас а ну кстати три часа только ощущение что уже часика восемь наверно чищу мандаринку себе ох какой аромат вот мандарины это запах нового года для меня вот хоть что говорите но мандарины это вообще новый год самый-самый настоящий сейчас они такие ароматные да сезон у них тоже начался в общем сходили мы в ленту и вы представляете что я снимала снимала показывала вам новогодние игрушки какие-то вот и вышли мы с лентой и я мужу говорю а игрушку то мы даже никакую не купили то есть мы смотрели смотрели выбирали разные ну не выбирали там столько всего красивого мне что-то приглянулась даже можно было в принципе взять наверно но я чё-то я как-то это заснималась называется называется блогеры в общем даже это наверно какой-то степени полезно ходить и снимать да сняли душу отвели показалось что и сняли и как будто и приобрели на психологическом таком наверное уровне чем ничего не купила ну ладно лента у нас рядышком то есть часто мы туда заглядываем еще я думаю обязательно туда заглянем и что-нибудь купим вот что я делала после ленты все по дому сегодня погода очень пасмурная очень такая грустная можно сказать сонная я пришла читала книжку сейчас кстати суп поставила вариться на ужин доели мы вчерашнюю пюрешку вот напитано вчера блокирует середка потом саша купила еще котлеты я котлеты делала сейчас суп но не вижу смысла снимать что это мы как суп варю что ли ничего такого особенного нет обычный куриный суп с лапшой будет вот сейчас еще смотрю видео ринаты смирнова кто-нибудь смотрит не смотрит это кстати не реклама просто мне нравится смотреть ее видеоролики они как-то успокаивают вот сейчас у него вышло видео как я справляюсь с соседних android он такой уютно показывает свои фигурки вот этим различных дайчиков ёжиков да показывает аквариум свой как-то вот успокаивает меня интересно кто нибудь есть из моих подписчиков кто тоже смотрит ее напишите если вы смотрите но кстати я не всегда смотрю видео бывает иногда что я смотрю блогера смотрю потом он мне надоедает я потом перестаю его смотреть но это через месяц я опять не возвращаюсь ну вот такой вот у меня бывает что приедается вы меня просите что я перед вами на камеру живет ну а он такой ароматный мне просто не терпится засунуть быстрее в рот это мандаринку я ее уже и так и сяк потеребила в общем вот на сегодня наверное влог буду заканчивать что мне еще сегодня снимать я лучше начну новый влог снимать да этот вроде более-менее такой насыщенный вчера мы с вами и уборкой занимались и цветы вот намывали в общем буду заканчивать наверно что хочу пожелать всем хочу пожелать здоровьям сейчас такое трудное время да не унывать не депрессировать из всех вот этих новостей не смотрите лучше лишний раз новости не накручивайте себя по поводу вот этих болезней это всего лишь болезнь не нужно из-за нее прям так сильно понимаю что и смертность большая да как новостях говорят но и выздоровевших у нас тоже очень много поэтому не накручивайте себя думайте что у вас все хорошо и будет у вас все хорошо мысли материальны пусть у всех будет все хорошо пусть на улице слякоть но мы цветочницы у нас всегда дома весна да вот у меня на заднем фоне все сключены фитолампы я я сейчас вообще дома стараюсь включать по максимуму больше света чего всем советую чтобы не гонять себя депрессию да включите лучше больше лампочек больше света раз на улице пасмурно да счета придут немалые ну как-то я не знаю лучше я заплачу за электричество побольше чем я буду грустить нервничать переживать депрессировать и пить антип депрессанты да в общем всем желаю хорошего настроения не полейте пусть у вас все будет хорошо всем пока пока до новых встреч депрессанты Субтитры сделал DimaTorzok